Единственный актив, который у нас остался, да, по сути, кроме тех предприятий, которые еще не успели украсть в нынешней власти, это безусловно земля. Очень много транснациональных корпораций, которые желают ее заполучить. Да, много земли используется неэффективно. Это в основном происходит в государственном секторе, в Академии аграрных наук, в Министерстве обороны, в Министерстве сельского хозяйства. Да, когда, по сути, помните, были такие совхозы, да, военные, там, племенные и все остальное. Они, по сути, пересдаются в аренду текущим фермерам-соседям, да, и эта разница кладется в карман, в бюджет попадают копейки. Я считаю, что мы недавно разговаривали с ребятами, которые вот сделали ассоциацию воинов эту, они просили, говорят, давайте примем какой-то законопроект, давайте мы возьмем это. Мы приходим, у нас нет работы. Вы на что нас толкаете? Что мы делали то, чем у нас научили за последний год? Или вы все-таки придумаете какие-то программы, мы начнем заниматься сельским хозяйством? Как-то, ну вот, социализироваться, да, и начинать, ну, зарабатывать деньги мирным путем. Я считаю, что это очень важно, и об этом вообще не думает правительство. Им выгоден этот хаос, которым постоянно запугивают людей, да, люди боятся выйти на улицу. Не то, что там выйти, вы помните, да, если раньше там налоговый Майдан, еще какой-то, люди собирались, мобилизировались мгновенно, выходили и высказывали свою позицию открыто. Сейчас все боятся выйти, понимают, что это закончится кровопролитием, и об этом не стесняясь, говорят многие народные депутаты. Ну, абсурд, в стране нет закона вообще. Мы живем в неправовом государстве. От всех конституционных прав осталась только форма. Ну, так а кто в секрении править бал? На сегодняшний день люди с оружием. Люди с оружием и те, которых пеной, извините, пеной на волне народного недовольства вынесло в высшие эшелоны власти. Это надо смывать. Это надо смывать, и надо действительно, в первую очередь, восстанавливать законность, восстанавливать в правах людей, заниматься вопросами экономики. И, я думаю, тогда весь мир пойдет нам навстречу. Мы на сегодня становимся изгоями, полностью изолированными. Посмотрите, как принимают наших политических лидеров. Их уже никто не воспринимает. На Украине, у Украины было два шанса, да, вот революции, которые так громко пиарились. Пятый год и четырнадцатый год. Ну, третьего шанса нам уже никто не даст. И вообще надо перестать, ну, вот надеяться на кого-то. Мы достаточно сильны, у нас очень серьезный потенциал. Нужно просто перестать воровать. Нужно действительно, чтобы профессиональные люди, которые понимали, как работает мировая экономика, нашу страну интегрировали в эту систему. Тогда действительно у нас будут доходы больше, чем расходы. И мы сможем и отменять эти налоги, и снижать тарифы, и развивать свою энергетику, и собственную добычу. Ведь проблема тарифов не потому, что мы покупаем где-то газ за границей, а потому, что через тарифы у людей забирают деньги и закрывают этими деньгами другие дыры. Нам же не говорят, что вот внешний курс, который был выбран, да, на Евросоюз, он ошибочен, там не нужны наши товары. Мы просто перестали зарабатывать деньги. И забираем последнее у граждан. И все те дыры, молчим о социальных программах. Просто функции государства, зарплаты бюджетников и там содержание инфраструктуры, которую не содержать невозможно, школы, сады и все остальное, содержатся уже за наши с вами деньги. Вот и все.